Ведущих специалистов, профессионалов, чтобы они рассказывали свои практики и готовили выпускников наших институтов профессиональной деятельности. Сегодня особенно тяжелая ситуация именно в области градостроительства, потому что очевидная кризисная ситуация, кризис наблюдается между состоянием правовой, законодательной, нормативной, методической базы в области градостроительной деятельности и реалиями, социально-экономической реалиями, которые вокруг нас. Как нам жить, как нам строить свою успешность в профессии, большой вопрос, потому что даже суды не принимают сегодня к рассмотрению градостроительные вопросы, потому что противоречила сама законодательная база. Просто каждая из сторон может предъявить документы, которые поддерживают ее право, а документы противоречивают друг другу. В этой ситуации, в общем, кризисная для нас, мы ищем какой-то вектор развития своего собственного, профессионального. И готовим выпускников, привлекая наиболее успешных, наиболее квалифицированных, уважаемых специалистов в этой области. Мы формируем таким образом какой-то вектор правильного понимания того, что сегодня происходит в стране и в нашей профессии. И Анна Николаевна, она одна из таких вот, очень успешных профессионалов в области предострительства, которые способны нам дать правильное направление и видение профессии. В прошлом году лучшие генпланы института градостроительных, которые завоевали первые места на конкурсе лучших практик планирования городов в Минструю России. Мы заслушали выступления тех людей, которые выполняли генплан. И, в общем, убедились в том, что сегодня вот практика института крайне интересна и актуальна. И надо с ним знакомиться, надо понимать, как вот на местах, даже региональные институты, решая свои профессиональные и региональные задачи, начинают выстраивать какие-то, такие вот жизнеспособные тактрины градостроительные. И сегодня мы вот заслушаем опыт института, и для нас это очень интересно. Это новый опыт и какие-то новые знания. Поэтому приглашаю всех внимательно. То есть, векция мы на Вангрию представляем. Мы там в Вереновских, директор института, главная реализация журнала про выводные городскими территориями. Вы, наверное, все знаете. Этот журнал он, думаю, распространен, и мы в Москве постоянно студентам передаем. Вот. Давайте послушаем. Спасибо большое. Спасибо, Михаил Валерьевич, за очень хорошую оценку. Будем стараться. Добрый день, уважаемые коллеги и друзья. Много людей пришло здесь. Это друзья Фейсбука. Мы работаем и общаемся по многим группам. Это группа и проблемы развития территории, в том числе. И все это делается для того, чтобы больше знать, чтобы больше обмениваться, понимать, выявлять проблемы, искать решения. То, что мы находимся в кризисе, ну, мы вообще-то уже устали говорить. Мы как-то в нем уже похоже себя почти комфортно чувствуем. Что, конечно, не должно быть. И я, может быть, пару слов скажу вначале вообще о профессии и о градостроительстве. И что же это такое, кому это надо, и как мы это понимаем. И что за деятельность, с одной стороны, градостроительства. Ведь очень часто и на местах, в разных средах, есть понимание, что как будто идентичное понятие градостроитель-архитектор-планирующий. Там улабо, сегодня улабо, еще кто-то, еще кто-то. Но, исходя из, если мы попробовали стомбулировать, кто же это такой градостроитель, заглянем в градостроительный кодекс. Это что градостроительная деятельность? Это территориальное планирование на трех уровнях власти, начиная с тем территориального планирования Российской Федерации, субъектов, городов, районов, поселков. Потом, это градостроительное зонирование, а это уже юридический, правовой документ, устанавливающий конкретные регламенты, что может быть, чего нельзя быть, чего не может быть, какие могут быть ограничения. Это планировка территорий. Мы обо всем этом поговорим. Но это еще ладно. Это архитектурно-строительное проектирование, это инженерное изыскание, это строительство и капитальный ремонт. А что такое градостроительное проектирование? Традиционно мы ограничиваем деятельность градостроительного проектировщика как раз документами территориального планирования, зонирования и планировки территории. Но в своем выступлении я постараюсь этот миф развеять. На самом деле, все глубже, все шире. И мы должны стать, обязаны просто стать такими комплексными сообществами. Такую цель я поставила перед своим институтом, своим, потому что я его создавала. И создавала именно в целях. То есть была идея первоначально, которую не удалось реализовать ни на государственной, ни на муниципальной службе, ни работая в муниципальном проектном институте. Идея была такая создать проектный механизм, помогающий, уже, не буду говорить, обеспечивающий, системное, эффективное управление развитием территорий. И если мы опять же вспомним результаты документов территориального планирования, это что? Во-первых, это гармоничное, взаимно увязанное, сбалансированное функциональное назначение территории. Почему должно быть сбалансированное? Ни о каких, собственно, таких балансах в градостроительном кодексе речи-то нет. Как сбалансировать? Зачем это надо? А здесь ответ выше. Ответ в административно-территориальном устройстве и вообще в бюджетном законодательстве. Нам власть должна обеспечить благоприятное качество следы, достойный уровень жизни через бюджетные расходы. Мы считаем расходы, откуда берутся? Это имущественные налоги, это налоги на доходы физических лиц. Если говорить о муниципальном бюджете, значит, мы должны посчитать, сколько нам нужно на обеспечение благоприятной среды. Стало быть, столько должно быть рабочих мест, значит, должно быть определенный баланс распределения этих самых трудовых ресурсов. И исходя из взвешивания вот этого всего, мы и должны понять, каких территорий сколько нужно, сколько вот этой плоти должно быть вокруг, нанизано на тот самый скелет, на тот самый транспортно-планировочный каркас. И так далее, и так далее. Более подробно я об этом и скажу в своем выступлении, о том, до чего удалось додуматься и какие вопросы остаются. И мне бы по результатам еще очень хотелось, чтобы наш продолжился диалог, и чтобы мы еще обменивались обязательно мнениями, суждениями. Но, возвращаясь к тому, о чем я сказала, мы можем смело совершенно сделать вывод о том, что у деятельности градостроительной характер даже не только меньше ведомственной, но где-то и над ведомственной. Потому что территориальное планирование должно, оно призвано обеспечить договоренности множества-множества интересов. Мне очень понравилось, как однажды в Париже, в мэрии Парижа мне переводили назначение вот этой профессии по нашему градостроительству. Перевели как путь к гармонии при невозможности достижения идеального результата это стремление максимально удовлетворить все интересы и общества, и власти, и бизнеса, и каждого в отдельности гражданина. Отсюда мы задаем следующий вопрос. А что же за наука такая, градостроительная наука, градостроительство? И суть вытекает из того, что основа здесь тоже междисциплинатная. А может быть даже, вот мы тут диску проводили недавно, и появилось мнение, и я надеюсь, вы познакомитесь с этим мнением в следующем номере нашего журнала, где автор, ученый в сфере градостроительства, по-моему, из города Нальчика, доказывает трансдисциплинарность градостроительной науки. И я готова с этим во многом, во многом согласиться. Ну, это лишь преамбула. Хотя, еще коротко к преамбуре, а кому все это надо, для кого мы работаем, и кто же должен научиться в этом разбираться. Это само собой, что это градостроительные проектировщики, как мы себя называем. Но это во многом заказчики наши. Это государственные служащие, это муниципальные служащие. Именно они уполномочены от имени своего народа заказывать, вот, очень я довольна аудиторией. И наше приглашение, благодарность выражаю большую Зуе Андриановой, которая помогла организовать все это. Я думаю, возьмет дальше роль модератора нашей дальнейшей дискуссии. И мы обязательно в будущем номере, не тот, который выходит после завтра из Гиппократии, а в будущем мы сделаем дискуссию вот на эту тему. Потому что здесь я как раз вижу специалистов в разных отраслях, смежных с нами. Вот Виктор Журбава дошел, да, это стратегия и экономика недвижимости. Без этого невозможно. Мы сейчас разговаривали с представителями Министерства культуры Российской Федерации, да, спасибо огромное. Транспортный цех, энергетика, да, Юрий Викторович Павликов. И вот только вместе, только вместе мы можем вырабатывать тот системный подход действительно с содержательными решениями, чего нам сейчас не хватает. Открываем кодекс, должно содержать то, то, то. Такие схемы, границы, зоны, а большие или маленькие функциональные зоны, это огромный-огромный вопрос. А где написано, что не может быть? Нет таких учебников, нет методик. И на федеральном уровне то, что не закреплена методология, наверх, для достойного проектирования, я думаю, это хорошо. Это дает возможности развивать методологию как наук. Это дает возможность создания конкурентных механизмов проектирования, да? Но принципы, вероятно, какие-то, требования, все-таки должны быть. Ну, над ними работать, работать. И еще пару слов по поводу стандарта. Так вот, мы находимся в той ситуации сегодня, когда требований к продукту, к качественному продукту, по сути, нет. Но утвержден стандарт к специалисту, к градостроителю. Мне хочется задать вопрос Михаилу Владимировичу. Как вы чипуете? На, вот, так, чтобы ваш выпускник соответствовал, да? Он должен обладать этими знаниями, этими знаниями, этими. Там все правильно написано. Весь перечень знаний. И градостроительная экология, и градостроительная экономика, и IT-градостроительство, да? Это транспорт, это мощнейшая сфера коммунальной инфраструктуры. Но как? Поэтому, я думаю, чем больше мы будем в этом заинтересованы, чем глубже мы будем сами думать, разнабатывать и делиться. И вот этот принцип, который мы провозглашаем в журнале, в институте, мы несем его как флаг. Это принцип открытости на работах. Давайте делиться, давайте обмениваться. Потому что знаю многих, я вот всю жизнь проработал, я своим умом дошел, никому не расскажу. Неправильная позиция, не государственная. Вот. И я уже затянула вступление, но ничего страшного. Я бы еще попросила Александра Сергеевича Кирилова несколько слов сказать, столько, сколько он сочтет необходимым. Потому что в нашей работе Александр Сергеевич выступил научным руководителем, и, собственно, с его помощью удалось тоже важные слова, я упустила их сказать. Я буду говорить о работе, здесь название написано, это часть, конечно, идеологии и методологии этой работы, а работа называется подготовка методических материалов по комплексной, ну, я просто не говорю, я могу ошибаться, как написано, по комплексной градостроительной документации, либо комплексом градостроительной документации во взаимосвязи между собой в соответствии со стратегическими направлениями социально-экономического развития и с использованием информационных технологий. Вот такая большая задача. И все это заказчик, а заказчик, это национальное объединение проектировщиков и изыскателей, кратко на приз, предложил в своем техническом задании подготовить и обосновать такой комплексный документ на примере города Евпатории и с целью предложить такие материалы Республике Крым и их муниципальным образованием. Мы уже поговорили о том, что и в Российской Федерации, которая вот по иному, скажем так, правовому, демократическому отчасти, по крайней мере, так декларирует наше государство, идет более 20 лет. И уже более 10 лет работает новое градостроительное законодательство. Мы все даже до сих пор иногда слышим новый градостроительный кодекс. Как новая история, которой много-много лет. И здесь даже, на территории городов, регионов, районов, мы не очень довольны часто решениями и чувствуем, что системности в большой управлении еще пока нет. И тут присоединения, возвращения Республики Крым в родные пенаты. А что там? А там разрыв. Там уровень управления территорией ровно такой, каким я его помню, там, 25 лет назад. И, конечно же, и мы даже в Торгово-промышленной палате, да, Юрий Викторович, разговаривали, а давайте что-то такое сделаем, ведь нужно помочь сегодня Республике Крым быстрее преодолеть, избежать тех грабель, на которые наступали выводы. Можно сделать более эффективно, можно сделать взаимоувязанно, а не так, как мы шли. Вот генеральный план, там пройдет года три, потом мы сделаем какой-нибудь документ, потом мы, может быть, еще что-то придумаем, а в результате каждый новый документ начинал разрабатываться заново, не глядя в предыдущие решения, ну и так далее, и так далее, но за этот век вообще чему-то мы научились. И давайте, мы думали о том, поработаем, разработаем такую методологию и предложим. Но, однако, федеральная целевая программа приняла не совсем то решение, на мой устойчивый совершенный взгляд, потому что ни слова в целевой программе федеральной не сказано о необходимости разработки стратегий социально-экономического развития муниципальных образований. А вообще-то это вопрос для окрытий территории номер один. Ничего в программе не сказано про нормативы строительного проектирования, которые должны определить, установить важнейшие, ключевые показатели для развития территории. Там есть генеральные планы, схемы территориального планирования муниципальных районов и правила за припользование сострюки. Причем разбиты отдельно и до сих пор практически ничего. Но я буду в процессе немножечко отсылаться на то, что знаю сегодня о территориях Крыма. Александр Сыкович, я вас прошу.